Глава восемнадцатая, Второе царство. Я смотрел Давид людей, бывших с ним, и поставил над ними тысячи начальников и сотников. И отправил Давид людей, третью часть под предводительством Иоава, третью часть под предводительством Авесты, сына Саруина, брата Иоава, третью часть под предводительством Ефея Гефянина. И сказал царь людям, я сам пойду с вами. Но люди отвечали ему, не ходи, ибо если мы и побежим, то не обратят внимания на это. Если умрет половина из нас, так же не обратят внимания. А ты один тоже, что нас десять тысяч. И так для вас лучше, чтобы ты помогал нам из города. И сказал им царь, что угодно в глазах ваших, то и сделаю. И стал царю ворот, и весь народ выходил по сотням и по тысячам. И приказал царь Иоаву, и Овесе, и Ефею, говоря, сберегите мне отрока Авестолома. И все люди слышали, как приказывал царь перед начальниками об Авестоломе. Всем. Было там поражение великое в тот день, поражены двадцать тысяч человек. Сражение распространилось по всей той стране, и лес погубил народа больше, чем сколько истребил меч в тот день. И встретился Авестолом с рабами Давидами. Он был на муле. Когда мул бежал с ним под ветви большого дерева, то Авестолом запутался волосами своими в ветвях дуба и повис между небом и землею. А мул бывший под ним убежал и увидел это некто, донес Иоаву, говоря, вот, я видел Авестолома висящим на дубе. И сказал я в человеку, донесшим об этом. Вот ты видел, зачем же ты не поверг его там на землю? Я дал бы тебе десять сиклей серебра и один пояс. И отвечал тот Иоаву, если бы положили на руки мои тысячу сиклей серебра, и тогда я не поднял бы руки на царского сына. И во слух нас царь приказывал тебе и Авесте, и фею говоря, сберегите мне отрока Виссолома. Если бы я поступил иначе с опасностью жизни моей, то это не скрылось бы от царя, и ты же восстал бы против меня. И Ав сказал, ничего не медлить с тобою. И взял в руки три стрелы и вонзил их в сердце Виссолома, который был еще жив на дубе. И окружили Виссолома десять отроков, оруженосцев и Ава, и поразили, и умертвили его. И затрубил Я ав трубою, и возвратились люди из погони за Израилем, ибо Иав щадил народ. И взял Ля Виссолома, и бросили его в лесу в глубокую яму, и наметали над ним огромную кучу камней. И все израильтяне разбежались, каждый в шатер свой. А Виссолом еще при жизни своей взял и поставил себе памятник в царской долине, ибо сказал, нет у меня сына, чтобы сохранить память имени моего. И назвал памятник своим именем, называется он памятником Ави Солома до сего дня. Ахимаас, сын Садоков, сказал Яву, побегу я, возвещу царя, извещу, что Господь судом своим избавил его от рук врагов его. Но Яв сказал ему, не будешь ты сегодня добрым вестником, известишь в другой раз день, а не сегодня, ибо умер сын царя. И сказал Яв Хуси, пойди, донеси царю, что видел ты. И поклонился Хуси, и Яву побежал. Но Ахимаас, сын Садоков, настаивал и говорил Яву, что бы ни было, но я побегу за Хусием. Яв же отвечал, зачем бежать тебе, сын мой, не принесешь ты доброй вести. И сказал Ахимаас, пусть так, но я побегу. И сказал ему Яву, беги. И побежал Ахимаас по прямой дороге, опередил Хуси. Давид тогда сидел между двумя воротами. И сторож зашел на кровлю ворот к стене. И поднял глаза, увидел, вот бежит один человек. И закричал сторож, известил царя. И сказал царь, если один, то весть в устах его. А тот подходил все ближе и ближе. Сторож увидел другого бегущего человека. И закричал сторож привратнику, вот еще бежит один человек. Царь сказал, и это вестник. Сторож сказал, я вижу походку первую, похожую на походку Ахимааса, сына Садокова. И сказал царь, это хороший человек. И идет с хорошей вестью. И воскликнул Ахимаас, и сказал царю, мир. И поклонился царю лицом своим до земли. И сказал, благословен Господь Бог твой, предавший людей, которые подняли руку свою на господина моего царя. И сказал царь, благополучен ли отрок обестолом. И сказал Ахимаас, я видел большое волнение, когда раб царев Иав посылал раба твоего, но я не знаю, что там было. И сказал царь, отойди, встань здесь. Он отошел и встал. Вот пришел и Хусий вслед за ним. И сказал Хусий царю, добрая весть господину моему царю. Господь явил тебя ныне народу и избавление от руки всех восставших против тебя. И сказал царь Хусию, благополучен ли отрок обестолом. И сказал Хусий, да будет с врагами господина моего царя и со всеми злоумышляющими против тебя то же, что постигло отрока. И смутился царь, и пошел в горницу над воротом, и плакал. И когда шел, говорил так, сын мой Авесолом, сын мой Авесолом, о, кто дал бы мне умереть вместо тебя? Авесолом, сын мой, сын мой. 2 Царств, глава 19 И сказали Яву, вот царь плащет и рыдает обевесоломе. И обратилась победа того дня в плащ для всего народа, ибо народ услышал в тот день и говорил, что царь скорбит о сыне своем. И входил тогда народ в город украдкую, как крадутся люди, стыдящиеся, которые во время сражения обратились в бегство. А царь закрыл лицо свое и громко взывал, сын мой Авесолом, Авесолом, сын мой, сын мой. И пришел Яв к царю в дом и сказал, ты в стыд привел сегодня всех слуг твоих, спасших ныне жизнь твою, и жизнь сыновей и дочерей твоих, и жизнь жен, и жизнь наложниц твоих. Ты любишь ненавидящих тебя и ненавидишь любящих тебя, ибо ты показал сегодня, что ничего для тебя и вожди, и слуги. Ничто! Сегодня я узнал, что если бы Авесолом остался жив, а мы все умерли, то тебе было бы приятнее. Итак, встань, выйди и говори к сердцу рабов твоих, и поклянусь Господом, что если ты не выйдешь, в эту ночь не останется у тебя ни одного человека. И это будет для тебя хуже всех бедствий, какие находили на тебя от юности твоей до ныне. И встал царь и сел у ворот, а всему народу возвестили, что царь сидит у ворот. И пришел весь народ перед лицом царя к воротам. Израильтяне разбежались по своим шатрам, и весь народ во всех коленах израилевых спорил и говорил, царь Давид избавил нас от руки врагов наших и освободил нас от рук филистимлян. А теперь сам бежал из земли сей, из царства своего от Вестолома. Но Вестолом, которым мы помазали царя над нами, умер на войне. Почему же теперь вы медлите возвратить царя? Эти слова всего Израиля дошли до царя. И сказал Давид. Царь Давид послал сказать священникам Садоку Виафару. Скажите старейшинам Иудиным. Зачем хотите вы быть последними, чтобы возвратить царя в дом его? Тогда как слова всего Израиля дошли до царя в дом его. Вы, братья мои, кости мои и плоть моя, вы. Зачем хотите вы быть последними в возвращении царя в дом его? Я миссаю, скажите, не кости моя и плоть моя ты. Пусть то и то сделает со мной и Бог еще больше сделает, если ты не будешь военачальником при мне, вместо Иава навсегда. И склонил он сердце всех иудеев, как одного человека. И послали они к царю сказать, возвратись ты и все слуги твои. И возвратился царь и пришел к Иордану, а иудеи пришли в Галгал, чтобы встретить царя и перевести царя через Иордан. И поспешил семей сын Геры, венемитянин из Бахурима, и пошел с иудеями навстречу царю Давиду. И тысячи человек из Венемитян с ним и Сива, слуга дома Саулова с пятнадцатью сыновьями своими и двадцатью рабами своими. И перешли они Иордан перед лицем царя и приготовили для царя переправу через Иордан. Когда переправили судно, чтобы перевести дом царя и послужить ему, тогда семей сын Геры пал на лицо свое перед царем, как только он перешел Иордан. И сказал царю, не поставь мне, господин мой, в преступление, и не помяни того, чем согрешил раб твой в тот день, когда господин мой царь выходил из Иерусалима, и не держи того царя на сердце своем. Ибо знает раб твой, что согрешил, и вот ныне я пришел первый из всего дома Иосифову, чтобы выйти навстречу господину моему царю. И отвечал о вес со сын царуин и сказал, «Неужели семей не умрет за то, что злословил помазанника господня?» И сказал Давид, «Что мне и вам, сыны сорвуины? Что вы делаете с ныне мне наветниками? Ныне ли умершлять кого-либо в Израиле? Не вижу ли я, что ныне я царь над Израилем?» И сказал царь семею, «Ты не умрешь!» И поклялся ему царь. И Мемфи-Восвей, сын Иоаннафана, сына Саула, вышел навстречу царю. Он не омывал ног своих, не обрезал ногтей, не заботился о бороде своей и не мыл одежи своих с того дня, как вышел царь, до дня, когда он возвратился с миром. Когда он вышел из Иерусалима навстречу царю, царь сказал ему, «Почему ты, Мемфи-Восвей, не пошел со мною?» Тот отвечал, «Господин мой царь, слуга мой обманул меня, ибо я раб твой говорил, оседлаю себе осла и сяду на нем, и поеду с царем, так как раб твой хром, а он оклеветал раба твою перед господином моим царем. Но, господин мой царь, как ангел божий, делай, что тебе угодно. Хотя весь дом отца моего был повинен смерти перед господином моим царем, но ты посадил раба твоего между едущими за столом твоим. Какой же я имею право жаловаться еще перед царем?» И сказал ему, царь, «К чему ты говоришь все это?» «Я сказал, чтобы ты и Сива разделили между собою поля». Но Мемфи-Восвей отвечал царю, «Пусть он возьмет даже все, после того, как господин мой царь с миром возвратился в дом свой». И Верзели, голодитянин, пришел из Раглолима и перешел с царем Иордан, чтобы проводить его за Иордан. Верзели же был очень стар, лет восьмидесяти. Он продовольствовал царя в пребывании его в Маханаеме, потому что был человек богатый. И сказал царь Верзелию, «Иди со мной, и я буду продовольствовать тебя в Иерусалиме». Но Верзели отвечал царю, «Долго ли мне осталось жить, чтобы идти с царем Верусалим? Мне теперь восемьдесят лет, различу ли хорошее от худого. Узнает ли Раб твой вкус в том, что буду есть и в том, что буду пить? И буду ли я в состоянии слышать голос певцовый певиц? Зачем же Рабу твоему быть в ягость господину моему царю? Еще немного пройдет Раб твой с царем за Иордан. За что же царю награждать меня такой милостью? Позволь Рабу твоему возвратиться, чтобы умереть в своем городе, около гроба отца моего и матери моей. Но вот Раб твой сын мой Кимгам, пусть пойдет с господином моим царем и поступи с ним, как тебе угодно». И сказал царь, «Пусть идет со мной Кимгам, и я сделаю для него, что тебе угодно. И все, чего бы ни пожелал ты от меня, я сделаю для тебя». И перешел весь народ Иордан, и царь также. «И посыловал царь Верзелия и благословил его, и он возвратился в место свое. И отправился царь в Галгал. Отправился с ним и Кимгам, и весь народ иудейский провожал царя и половина народа израильского. И вот все израильтяне пришли к царю и сказали ему, «Зачем братья наши, мужи иудины, похитили тебя, и проводили царя в дом его, и всех людей Давида с ним через Иордан?» И отвечали все мужи Иудина и израильтянам. «За тем, что царь ближний нам, и из-за чего сердиться вам на это? Разве мы что-нибудь съели у царя, или получили от него подарки, или от подати освободил он нас?» И отвечали израильтяне мужам и иудинам, и сказали, «Мы десять частей у царя, так же и у Давида мы более, нежели вы. Мы первенец, а не вы. Зачем же вы унизили нас? Не нам ли принадлежало первое слово о том, чтобы возвратить нашего царя?» Но слово мужа иудины было сильнее, нежели сынов израильтян. Слово. Вторая царств. Глава двадцатая. «Там случайно находился один негодный человек по имени Савей, сын Бихри, вине Митянина. Он затурбил трубой и сказал, «Нет нам счастья в Давиде, и нет нам доли в сыне Исеевом. Все по шатрам своим израильтяне, и отделились все израильтяне от Давида, и пошли за Савеем, сыном Бихри. Иудеи же остались на стороне царя своего, от Иордана до Иерусалима. И пришел Давид в свой дом в Иерусалиме, и взял царь десять жен своей наложниц, которых он оставил стеречь дом, и поместил их в особый дом под надзор, и содержал их, но не ходил к ним. И содержались они там до дня смерти своей, живя как вдовы. И сказал Давиду Мессаю, «Созови ко мне Иудеев в течение трех дней, и сами весь сюда». И пошел Мессай созвать Иудеев, но промедлил более назначенного ему времени. Тогда Давид сказал о Весте, «Теперь наделает нам зла Савей, сын Бихри, больше, нежели Вестолом. Возьми ты слуг господина твоего и преследуй его, чтобы он не нашел в себе укрепленных городов и не скрылся от глаз наших». И вышли за ним люди Иоавовы, Ихилифеи, Ифилифеи, и все храбрые пошли из Иерусалима преследовать Савея, сына Бихри. И когда они были близ большого камня, что у Гаваона, то встретился с ними Мессай. И Иоав был одет в воинское одеяние свое и припоясан мечом, который висел при бедре в ножнах, и который легко выходил из них и входил. И сказал Иоаву Мессаю, «Здоровь ли ты, брат мой?» И взял Иоав правой рукой Мессая за бороду, чтобы поцеловать его. А Мессай же не остерегся меча, бывшего в руке Иоава, и тот поразил его им живот, так что выпали внутренности его на землю. И не повторил им и удара, и он умер. И Иоав и Овес, и брат его погнали за Савеем, сыном Бихри. Один из отраков Иоава стоял над Мессаем и говорил, «Тот, кто предан Иоаву и кто за Давида, пусть идет за Иоавом». А Мессай же, мертвый, лежал в крови среди дороги. И тот человек, увидев, что весь народ останавливается над ними, стащил А Мессая с дороги в поле и набросал на него одежду, так как он видел, что всякий проходящий останавливался над ним. Но когда он был стащен с дороги, то весь народ израильский пошел вслед за Иоавом преследовать Савея сына Бихри. А он прошел через все колено израильские до Авела бен Мааха и через весь Берим. И все жители городов собирались и шли за ним. И пришли и осадили его в Авеле бев Маахи и насыпали вал перед городом и подступили к стене. И все люди, бывшие с Иоавом, старались разрушить стену. Тогда одна умная женщина закричала со стены города, «Послушайте, послушайте, скажите Иоаву, что он подошел сюда, и я поговорю с ним». И подошел к ней Иоав и сказала женщина, «Ты ли, Иоав?» И сказал, «Я». Она сказала, «Послушай слово прабы твоей». И сказал он, «Слушаю». Она сказала, «Прежде говорили, кто хочет спросить, спроси в Авеле». Итак, решали дело. «Остались ли такие, которые положили прибыть верными израильтянами? Пусть просят в Авеле, остались ли? Я из мирных верных городов Израиля, а ты хочешь уничтожить город и притом мать городов в Израиле. Для чего тебе разрушать наследие Господне? И отвечала Иоав и сказал, «Да не будет этого от меня, чтобы я уничтожил или разрушил». «Это не так. Но человек с горы Ефрема по имени Савей, сын Бихри, поднял руку свою на царя Давида. «Выдайте мне его одного, и я отступлю от города». И сказала женщина Иоаву, «Вот, голова его будет тебе брошена со стены». И пошла женщина ко всему народу со своим умным словом и говорила ко всему городу, чтобы отсекли голову Савея сына Бихри и бросили Иоаву. Тогда Иоав затрубил трубой и разошлись от города все люди по своим шатрам. Иоав же возвратился в Иерусалим к царю. И был Иоав поставлен над всем войском израильским. Аванея сын Иоаваев над Хелифеями и над Фелифеями, Адарам над сбором податей, Иосафат сын Ахилуда, дея писателем, Суса писом, Садок и Виафар священниками. Также Ииры и Иоритянин был священником у Давида. Вторая царств, книга, глава двадцать первая. «Был голод на земле во дни Давида три года, год за годом». И вопросил Давид Господа и сказал Господь, это ради Саула и кровожадного дома его, за то, что он умертвил гаванитян. Тогда царь призвал гаванитян и говорил с ними, гаванитяне были не из сынов Израилевых, но из сынов Амареев. Израильтяне же дали им клятву, но Саул хотел истребить их по ревности своей о потомках Израиля и Иуды. И сказал Давид гаванитянам, что мне сделать для вас и чем примирить вас, чтобы вы благословили наследие Господне. И сказали ему гаванитяне, не нужен нам ни серебра, ни золота от Саула или от дома его, и не нужен нам, чтобы умертвили кого в Израиле. Он сказал, чего же вы хотите, и сделаю для вас. И сказали они царь, того человека, который губил нас и хотел истребить нас, чтобы не было нас ни в одном из пределов в Израилевых-то. Из его потомков выдай нам семь человек, и мы повесим их на солнце перед Господом в Гиве и Саула, избранного Господом. И сказал царь, я выдам. Но пощадил царь Мимфивосфея, сына Иоаннафана, сына Саулова, ради клятвы именем Господнем, которая была между ними, между Давидом и Иоаннафаном, сыном Сауловым. И взял царь двух сыновей Ридсы, дочери Ая, которая родила Саула, Армона и Мимфивосфея, и пять сыновей Милхолы, дочери Сауловой, которых она родила, а Адриилу, сыну Верзелия из Михола. И отдал их в руки гаванитян, и они повесили их на солнце, на горе перед Господом. И погибли все всем вместе. Они умершлены в первые дни жатвы, в начале жатвы Ичменя. Тогда Ридсфа, дочь Ая, взяла в речище и разослала его себе на той горе, и сидела от начала жатвы, до того времени, пока не полились на них воды Божьи с неба, и не допускала касаться их птицам небесным днем и зверям полевым ночью. И донесли Давиду, что сделала Ридса, дочь Ая, наложница Саула. И слели они, и взяла их Дан, сын Иоя, из потомков, из полинов. И пошел Давид, и взял кости Саула и кости Анафана, сына его, у жителей Явиса, Галатского, которые тайно взяли их с площади Бевсина, где они были повешены филистимлянами, когда убили филистимляне Саула на Гелвуе. И перенес он оттуда кости Саула и кости Анафана, сына его, и собрали кости, повешенных на солнце. И похоронили кости Саула и Анафана, сына его, и кости, повешенных на солнце в земле Вениаминовой, в села, во гробе киса отца его, и сделали все, что повелел царь. И умилосился Бог над страной и после того. И открылась снова война между филистимлянами и израильтянами. Вышел Давид, и слуги его с ним и воевали с филистимлянами. И Давид утомился. Тогда Иесвий, один из потомков брифаимов, у которого копье было весом в 300 сикле меди, и который опоясан был новым мечом, хотел поразить Давида. Но ему помог Овеса сын Саруи и спас Давида Овеса. И поразил филистимлян и умертвил его. Тогда люди Давидову поклялись, говоря, не выйдешь ты больше с нами на войну, чтобы не угас светильник Израиля. Потом была война снова с филистимлянами в Гобе. Тогда Савахай, хушатянин, убил Сафута, одного из потомков рифаимов. Было и другое сражение в Гобе. Тогда убил Елханан, сын Ягара Аргима Вифлеемского, Голиафа Гефиани, но у которого древко копья было как новое у ткачей. Было еще сражение в Гефе. И был там один человек роста, имевший по шести пальцев на руках и на ногах. Всего 24. Также из потомков рифаимов. И он поносил ладзерильтян. Но его убил Ионафан, сын Сафаа, брата Давидова. Эти четыре были из рода рифаимов в Гефе, и они пали от руки Давида и слуг его. Вторая царств, глава 22. И воспел Давид песнь Господу в день, когда Господь избавил ее от руки всех врагов его и от руки Саула, и сказал, Господь твердыня моя и крепость моя, избавитель мой, Бог мой, скала моя, на него я уповаю, щит мой, рог спасения моего, ограждение мое и убежище мое, спаситель мой. От бед ты избавил меня, призову Господа, достопоклоняемый, от врагов моих спасусь. Объяли меня волны смерти и потоки беззакония устрашили меня, цепи ада облегли меня и сети смерти опутали меня. Но в тесноте моей я призвал Господа и к Богу моему воззвал, и он услышал из цветово чертога своего голос мой, и вопль мой дошел до слуха его. Потряслась, сколебалась земля, дрогнули, подвиглись основания небес, ибо разгневался на них Господь. Поднялся дым от гнева его и из уст его огонь поедающий, горящие угли сыпались от него. Наклонил он небеса и сошел, и мрак под ногами его, и воссел на херувимов и полетел, и понесся на крыльях ветра, и мраком покрыл себя, как сенью, сгустив водооблаков небесных, отблистания перед ним разгорались угли огненные, возгремел с небес Господь и Всевышний дал глаз свой, пустил стрелы и рассеял их, блеснул молнией и истребил их, и открылись источники моря, обнажились основания вселенной от грозного глаза Господа, дуновения духа гнева его, простер он руку с высоты и взял меня, извлек меня из вод от многих, избавил меня от врага моего сильного, от ненавидящих меня, которые были сильнее меня, они восстали на меня в день бедствия моего, но Господь был опорой для меня и вывел меня на пространное место, избавил меня, ибо он благоволит ко мне, воздал мне Господь по правде моей, по чистоте рук моих вознаградил меня, ибо я хранил пути Господа и не был нечестивым пред Господа Богом моим, ибо все заповеди его передо мною, и от устава его я не отступал, и был непорочен перед ним и остерегался, чтобы не согрешить мне, и воздал мне Господь по правде моей, по чистоте моей, перед очами его, с милостивым ты поступаешь милостиво, с мужем искренним и искренне, с чистым чисто, а с лукавым по лукавству его, людей угнетенных ты спасаешь и взором своим унижаешь надменных, ты Господи светильник мой, Господь просвещает тьму мою, с тобой я поражаю войско, с Богом моим восхожу на стену, Бог, не порочен путь его, чисто слово Господа, щит он для всех надеющихся на него, ибо кто Бог кроме Господа, и кто защита кроме Бога нашего, Бог припоясует меня силой и устрояет мне верный путь, делает ноги мои как олени и на высотах поставляет меня, научает руки мои брани и мышцы мои напрягают медный лук, ты даешь мне щит спасения твоего и милость твоя возвеличивает меня, ты расширяешь шаг мой подо мною и не колеблются ноги мои, я гоняюсь за врагами моими и истребляю их и не возвращаясь за колени уничтожу их и истребляю их и поражаю их и не встают и падают под ноги мои, ты припоясываешь меня силою для войны и не сдагаешь передо мной восстающих на меня, ты обращаешь ко мне тыл врагов моих я истребляю ненавидящих меня, они взывают но нет спасающего ко господу но он не внемлет им я рассеваю их как праг земной как грязь уличную мну их и топчу их ты избавил меня от мятежа народа моего ты сохранил меня чтобы быть мне главой над иноплеменниками народ которого я не знал служит мне иноплеменники ласкательствуют передо мною послуху обо мне повинуются мне иноплеменники бледнеют и трепещут в упокреплениях своих жив господь и благословен защитник мой да будет превознесен бог убежище спасения моего бог мстящий за меня и покоряющий мне народы избавляющий меня от врагов моих над восстающими против меня ты возвысил меня от человека жестокого ты избавил меня зато я буду славить тебя господи между иноплеменниками и буду петь имени твоему величественно спасающий царя своего и творящий милость помазаннику своему Давиду и потомству его вовеки 2 царств глава 23 вот последние слова Давида изречение Давида сына Исеева изречение мужа поставлено высоко помазанника бога Яковлева сладкого певца Израилева Дух Господень говорит во мне и слово его на языке у меня сказал Бог Израилев говорил о мне скала Израилева владычествующий над людьми будет праведен владычествуя в страхе Божьем и как на рассвете утра при восходе солнца на безоблачном небе от сияния после дождя вырастает трава на земле не так ли дом мой у Бога ибо завет вечный положил он со мною твердый и непреложный не так ли исходит от него все спасение мое и все хотение мое а нечестивые будут как выброшенные терния которого не берут рукою но кто касается его вооружается железом или деревом копья и огнем сожигает его на месте вот имена храбрых у Давида из басев ахаментянин главный из трех он поднял копье свое на 800 человек и поразил их в один раз по нем Элиазар сын Додо сына Ахохи из трех храбрых бывших завидом когда они порицанием вызывали филистимлян собравшись на войну и заритяне вышли против них и он встал и поражал филистимлян до того что рука его утомилась и прилипла к мечу и даровал господь в тот день великую победу и народ последовал за ним для того только чтобы обирать убитых за ним Шамма сын Аге гераритянин когда филистимляне собрались в Фирию где было поле засеяно щечевице и народ побежал от филистимлян то он встал среди поля и сберег его и поразил филистимлян и даровал тогда господь великую победу трое всех главных из тридцати вождей пошли и вошли во время жатвы к Давиду в пещеру Адаллам когда толпы филистимлян стояли в долине Рифаимов Давид был тогда в укрепленном месте а отряд филистимлян в Вифлееме и захотел Давид пить и сказал кто напоит меня водой из колодеза Вифлеемского что у ворот тогда трое этих храбрых пробились сквозь стан филистимский и почерпнули воды из колодеза Вифлеемского что у ворот и взяли и принесли Давиду но не захотел пить ее и вылил ее во славу Господа и сказал сохрани меня Господь чтобы я сделал это не кровли это людей ходивших с опасностью собственной жизни и не захотел пить ее вот что сделали эти трое храбрых и овеса брат Иава сына Сорои был главным из трех он убил копьем своим триста человек и был в славе у тех троих из трех он был знатнейшим и был начальником но с теми тремя не равнялся Ванея сын Иадая мужа храброго великий по делам из Каацеила он поразил двух сыновей Ариила Моавицкого он же сошел и убил льва во рве в снежное время он же убил одного египтянина человека видного в руке египтянина было копье а он пошел к нему с палкой и отнял копье из руки египтянина и убил его собственным его копьем вот что сделал Ванея сын Иадаев и он был в славе у трех храбрых он был знатнее тридцати но с теми тремя не равнялся и поставил его Давид ближайшим исполнителем своих приказаний вот имена сильных царя Давида Асаил брата Иава в числе тридцати Елханьян сын Дадо из Вифлеема Шамма Харадитянин Елика Харадитянин Херец Палтитянин Ира сын Икеша Фекаетянин Эвезер Анафафианин Бебуннай Хушатянин Савмон Ахахитянин Магарай Нетафафинетянин Хелев сын Бааны Нетафафанин Итай сын Рибая Изгивы сынов Вениаминовых Ванея Парафанятинин Иадай Изнахлег Гааша Ави Албон Арбатитянин Азма Ает Вет Бархюмитянин Ели Яхба Шабан Арбатитянин И сыновей Ешена И Анафан Шама Гараритянин Ахиам Сын Шарара Араритянин Елифелет Сын Ахазбая Сын Магахати Елим Сын Ахитофела Геланянин Хесрай Кармелитянин Паарай Арбитянин Игал Сын Нафан Из Цобы Бани Гадитянин Солек Аманитянин Нахай Бератянин Оруженосис Яава Сын Носоруи Ира Ит Тритянин Гареф Ит Тритянин Урия Хитянин Всего 37 Вторая Царствия Глава 24 Гнев Господень Опять Возгорелся На Израиле Возбудил Он В них Давида Сказать Пойди Исчисли Израиля И Иуду И сказал Царь Иаву И начальнику Который Был При нем Пройди По всем Коленам Израилем И Иудиным От Дана До Версавия И Исчислите Народ Чтобы мне Знать Число Народа И сказал Иав Царю Господь Бог Твой Да умножит Столько Народа Сколько Есть И еще Вас Сто Раз Столько А Ощи Господина Моего Царя Да Увидят Это Но Для чего Господин Мой Царь Желает Этого Дела Но Слово Царя И Ааву И военачальникам Превозмогло И пошел Иав Своеначальными Царя Считать Народ Израильский Перешли Они Иорданы Остановились Вараери На правой стороне Города Который Среди Долины Гадовой Киазеру И пришли В Галаат И в землю Тахтим Ходши И пришли В Дан Яан И обошли Сидон И пришли К укреплению Тиры И во все Города Хивиян И Хананиян И выше На юг Иудеи И Версавию И обошли Всю землю И пришли Через 9 месяцев И 20 дней В Иерусалим И подал Яав Список Народной Казалось, что изюлетян Было 800 тысяч Мужей сильных Способных В войне А Иудеян 500 тысяч И вздрогнуло Сердце Давидова После того Как он сосчитал народ И сказал Давид Господу Тяжко согрешил Я поступив так И ныне Молю тебя Господи Прости грех Раба твоего Ибо крайне Неразумно Поступил я Когда Давид Встал на другой день Утром То было слово Господа Гаду пророку Прозорживцу Давида Пойди И скажи Давиду Так говорит Господь Три наказания Предлагаю я тебе Выбери себе Одно из них Которое Совершилось бы Над тобою И пришел Гад к Давиду И возвестил ему И сказал ему Избирай себе Быть ли голоду В стране твоей Семь лет Или чтобы ты Три месяца Бегал от неприятелей Твоих И они Преследовали тебя Или чтобы В продолжении Трех дней Была моровая язва В стране твоей Теперь же судей Реши Что мне Отвечать Пославшему Меня И сказал Давид Гаду Тяжело Мне Очень Но пусть Впаду я В руки Господа Ибо велико Милосердие Его Только бы В руки Человеческие Не попасть Мне И избрал Себе Давид Моровую язву Во время Жатвы Пшеницы И послал Господь Язву На израильтян От утра До назначенного Времени И началась Язва В народе И умерла Из народа Отдана До Версавия Семьдесят Тысяч Человек И простер Ангел Божий Руку свою На Иерусалим Чтобы опустошить Его Но Господь Пожалел о бедствии И сказал Ангелу Поражавшему Народ Довольно Теперь Опусти руку Твою Ангел Жи Господень Был тогда У гумна Орны Иусиянина И сказал Давид Господу Когда увидел Ангела Поражавшего Народ Говоря Вот я согрешил Я пастырь Поступил Беззаконно А эти овцы Что сделали Они Пусть же Рука твоя Обратится На меня И на дом Отца моего И пришел В тот день Гад К Давиду И сказал Иди Поставь Жертвенник Господу На гумне Орны Иусиянина И пошел Давид По слову Гада Пророка Как повелел Господь И взянул Орна И увидел Царя И слуги Его Шедших К нему И вышел Орна И поклонился Царю Лицом Своим До земли И сказал Орна Зачем Пришел Господин Мой царь К рабу Твоему И сказал Давид Купить У тебя Гумно Для устроения Жертвенника Господу Чтобы прекратилось Поражение Народа И сказал Орну Давиду Пусть возьмет И вознесет Жертву Господин Мой царь Что ему Угодно Вот Валы Для всесожжения И повозки И упряж Воловье На дрова Все это Царь Орна Отдает Царю Еще Сказал Орна Царю Господь Бог твой Да будет Милостив К тебе Но царь Сказал Орне Нет Я заплачу Тебе Что стоит И не вознесу Господу Богу Моему жертвы Взятой Даром И купил Давид Гумно И валов За пятьдесят Сиклей Серебра И соорудил Там Давид Жертвенник Господу И принес Все сожжения И мирные Жертвы После Соломон Распространил Жертвенник Потому что Он мал был И умилостивился Господь Над страною И прекратилось Поражение Израильтян